Чародейки! К бою! Я так рад, что мы продолжаем смотреть. Я соскучился по ним очень сильно. Вот эти все дневники вампира, искатели, всё это, конечно, классно. Но мы знаем, зачем мы здесь собрались. Обсуждать арт, на котором мы нарисованы. Какой же просто ор! Я увидел, мне так неловко. И так приятно одновременно. Вы только посмотрите на это. У меня розовые волосы и пресс. И у Рубины вообще всё буквально идеально. Мы лучшие версии просто себя самих. И злые хейтеры, ваши языки, конечно, уже на вас трясутся, потому что вы так не выглядите. Но подождите. Если углубиться в лор, то при трансформации, превращении в скражданец, мы же тоже тела наши меняем. Поэтому в целом мы можем быть такими. Поэтому плюс три к размеру груди. Засада у Тору с Филни. Пора! Пора! Молодцы! Очень грамотный подход. Сработано отлично. То есть, получается, они привязали деревья за верхушки, срубили основу. Я первый раз такой подход вижу. Ну, то есть, весьма круто, весьма изобретательно. Переоделись в них? Они взяли все потрохали. Их кожу, да. И оделись в их кожу. Это просто гениально. Насколько проработано. Слушай, Калик молодец. Да. Сейчас нам в комментах. Ты очень странно изображаешь наших подписчиков. Может, они очень сильно любят этот лор, эту вселенную. И это просто как оскорбление матери от прокалибы. Серьезно. Помнишь, я что-то пошутил про Винкс? И там просто не скочил. Что? Винкс? Только вместе мы сильные. Чудеса-то, говорит, вольны. И перо под ребро. Вольны. Я люблю Винкс тоже, кстати. Да? Мне нравится Винкс. Просто в какой-то момент... Просто я их не смотрел. Я смотрел. Это единственный сериал, который я смотрел из этой всей декады 2000-х. Это был как раз-таки Винкс. Какая сила у Лейлы? Да я хз какая у Лейлы. Я помню, какая у Флоры. Я помню, какая у Музы. Я помню, какая у... А у Лейлы? Она что, не Винкс? А я думаю, что помню эту Лейлу. Подожди, Лейла. А кто такая Лейла? Я её не помню. Как звали директрису? Я не помню, как звали. Да блин, это было давно. Я что, экзамен сдаю? Хорошо. Как звали парня Флоры? Он точно был копателем, искателем. Он был мастером. Такого цвета у него были волосы. Он был блондин. Да что? Нет. Нет. Ну, они в синих шмоточках тусовались. Короче, это не прошёл экзамен. Нет. Идётся пересдавать. Я с сестру это смотрел, мне было лет. Ну, сестра твоя, наверное, ответит на эти вопросы. Сестра посмотрела все 8 или сколько там, 80 сезонов. Кстати, я дальше 4 сезона не смотрела, потому что мне не понравилось. И потом я уже взрослая была, когда... Я смотрел первые там 2-3 сезона, кажется. Ну, вот они как раз самые топовые. Вот до 4-го сезона прям вау. Я помню, там появились какие-то злодейки, там, типа, они из Беливикс или как они там называют? Беливикс. Нет, там было 4 злодея, и там была последняя фея на земле. Короче, да, это всё, что я помню. Я помню начало, как она туда попала внезапно, как и все попадают туда. Какая же, вот я не знаю, Мэрисьюшная вот такая. Всё у неё, всё у неё получается. Знаешь, про Мэрисьюшность, да? Про этот принцип. Что это такое? Короче, это взято из кино, был такой персонаж, Мэрисью, по-моему, её звали, или Мэрисью, я точно... Сейчас, простите, это старое кино. И, в общем, это такой архетип женщины, у которой за что она не возьмётся, она прям всегда у неё всё выходит, она берёт, она забирает, неважно, весь сюжет строится вокруг неё, и она всегда победит. Как она энчандикс получила, да, вообще, девочки? Ну, короче, я когда вижу эту Мэрисьюшность, мне сразу становится... Мне нравится, когда есть какой-то... У Седрик просыпается... Далой тиранию Хобоса! А, ладно, это не они, это не Кожа. Да, это, оказывается, второй отряд. Да-да-да. На один момент, то есть, это суперотсталая цивилизация освоила, освоила изготовление стекла, причём не просто стекла... Ладно, а у них дома, замки вот эти вот, где окна, из чего сделаны? Ты никогда не задавалась вопросом, почему витражи? Почему у них окошки всегда были маленькие? Ты думаешь, им проблемой было сделать огромное окно? Где? В средние века. А что, не было окон? Были. Но проблема в том, что они не могли сделать огромный лист. Для этого нужен большой сложный технологический процесс, в котором ты не повредишь материал. То есть, если ты заметишь, присмотришься, у них мало того, что у них все стёкла, они ещё к низу вот так вот постепенно расходятся. То есть, это не суперровные стёкла, они выглядят как пирамидки, потому что стекло при выдувке отекало вниз. Ты чё, умный? Нет. Ты умный? Я дурачок. Блин, нет, ну это серьёзно, это зашквар. Это всё равно что. Ну, давайте им автоматы дадим. А с чего мы взяли, что у них отстала от цивилизации? Возможно, до этого у них была классная цивилизация, но пришёл Фобос, и всё, ну как бы, всё стоит. Ну нет, ну смотри, опять же, если у них классная цивилизация, то надо смотреть просто по остаточному каким-то технологиям. Вот стекло осталось. Да, здорово. То есть, они хлеб мелят на тех же мельницах, вот на каменных жерновах, и катаются на вьючном скоте. Это важная традиция какая-то. Традиция мучить жопу тяпкой. Мы у нас высокоразвитая технологическая... О, смотри, хлеб, рыба. Что они делают? Еда для всех! Еду бросается. Еда для всех? А, они украли, короче, они остановили этих стражников, чтобы забрать у них еду и накормить голодных. Да, Рубина, это очевидно. Но знаешь, что мне не нравится? Вот так хорошо спланированная операция и такое плохое распределение ресурсов. Еда для всех тех, которые с нами сегодня в этом дворце. Да, кстати, не все можно достать. Не все можно. Он берет просто, разбрасывает яблоки. Там голодают дети, там умирают люди. Надо было распределить. Это все под учет должно было становиться. Нет, давайте разбрасываться. Это наша первая победа. Если хотим сбросить тирана, нас должно быть больше. Беруйте! Да, Калеб, у тебя не осталось шоколадок с земли? Ну, таких маленьких. Ждите завтра утром. Шоколадок, ни хрена себе. Удвоить стражу на всех постах. Никого не пускать без досмотра. В чем ошибка? Они знали наши планы. Трудно сражаться на этого фронта со стражницами и с мятежниками. Наши действия предугадываются. Наша обоза становится добычей. Как найти лазутчика? Нужно пустить слух. Мол, нечто важное найдено невежественным мужичьем, не знающим цены находки. Мятежники клюнут, мы схватим их и вычислим лазутчика. Так? Славно. И я... Простите, но у Фобоса очень молодое лицо. Он принимает ванны. Так, кстати говоря, никто... Даже не то, что молодое, но у него детское. Ему как будто бы там 12 лет. Я тебе говорил, он очень красивый. Он прям вообще за волосами следит. Почему он такой молодой? Ведь ему... Ну, сколько ему по лову? Так, кстати говоря, он не обязательно должен быть старым. Ну, он должен быть старше своей сестры. Ну, он старше своей сестры на 2 года. Ну, у него лицо детское. Ну, ладно, ему лет 20. Давай так, 21. 21 хороший возраст для маньяка. Не знаю, какую приманку подкинуть головарю мятежников. Подожди, это у него вот так вот брови, да, вот стрелочками сделаны? Нет. Это, наверное, корона. Не-не-не-не-не, да как раз корона это вот эта вот штука по центру. Ну, а ты про что? А вот эти вот штучки у него как бровушки сделаны. Не знаю, надо потом посмотреть, не знаю. Таране, это я. Может, превратимся и взлетим? Раскрыться, потому что ты взгромоздилась на каблуки? Ну, нет. Вот, блин. А раскрыться, потому что я хочу победить девочку, которая уводит у меня парня, да. Ну, нам уже написали в комментариях, что это все условности. На самом деле, Хайлин была на 5000 метров над землей. Ну, все равно это тоже было в своих целях. Ну, ладно. Топикан Бланк прибыл. Только не примазывайся к чужой борьбе. Ты ищешь порталу, а я плачу. Ой. Ага. Приветик. Калеб, если ты отыскал портал, полагается нам сказать. Так бы я и сделал, но этот портал мне надо немного подержать открытым. Надеюсь, ты поймешь. Само собой. Уверена, что и ты поймешь и не осудишь. Нет, стой. Я несу шоколадки детишкам меридиана. Плачут. Жалко. Офигеть. Мне срать. Поставила детишек без шоколадок? Но на самом деле это правильно. Долг важнее всей этой сиюминутной слабости перед шоколадом. Их, типа, долг закрывать порталы? Да. Но они же стражницы для этого. В первой серии сказано, чтобы их задача была что-то такое. У них карты мародёров. Мародёров, спасибо. Они алкаш-карты, как я её назвал. В общем, и они сходят и закрывают их работы на вызов. Их миссия только в этом. Разве их миссия не в том, чтобы, наоборот, перебираться через эти порталы, сражаться там на меридиане со злом? Нет? У тебя слово стражницы ни о чём не говорит? Ну, какая-то такая дешёвая миссия. Я реально думаю, вот сейчас скажешь, вот, а я пришёл его убить. Да, а что она сделает? Она такая, о, нет, если убить, тогда нет. Ну, вот правда, вот я не очень понимаю функцию этих вахтёрш. Я могу их понять, наверное, в общаге где-то. То есть, они не пропускают там в женское крыло. Ещё там какая-то... Нет, ну они типа бомжов каких-то не пропускают, чтобы они не ночевали в подъезде. Мне кажется, нет? Хотя что может сделать бабка против бомжа, да? Действительно. Бомж может сделать ей предложение, от которого он просто не сможет отказаться. Очень странная была сцена. Эй, а что там за плакат? Театральный конкурс. Каждый год четыре группы любителей, в смысле дилетантов, ставят пьесы на заданную тему. В зале дедули, бабули, мамы, папы смотреть тошно. В общем, триумф отстоя. Вот повезло, я успела записать наш тетеатральный конкурс. Так можно же отписаться. Камин, пусечка. Что? Можно же отписаться, или всё уже, чтобы Хайлин не расстраивать. Ведь она, ребёнок, она самая маленькая. Она самая маленькая, да. Нам и написали в комментах, что Хайлин, я был прав. Что? Близнецы. Да, да, да. И там, кстати, очень прикольный момент, что у всех девочек, их знаки зодиака соответствуют... Характеру? Нет, соответствуют стихии, которые они обладают. Допустим, близнецы – это воздух, Хайлин – это воздух. Там, я не помню уже, кто есть кто, но там, допустим, не знаю, я уже забыла. Надо помнить такие вещи. Тебе что, просто пишут, что ли? Допустим, Ирма – это рыбы, а рыбы – это вода. У Ирмы сила – вода. У Корнелии – земляной знак. У Тарани – огненный знак зодиака. Это очень круто. Капитан Стражи, радостная весть. Печать Фобоса, наконец, у нас. Ого, не умирает. Печать? Нашлась через столько лет. Ее обнаружили в форте Торус Филни. Через три дня мне нужна сотня всадников, чтобы доставить печать в замок. То, что я вам сказал, не должно достигнуть чужих ушей. Что за печать? Да, печать Фобоса. А старик хранил ее в сундуке столько лет, даже не зная, что он нашел. Так классно. Не, понимаешь, Седрик, он четко сказал «не говорить». И четко понимал, что все растрепят. Все, все растрепят, да. Ну, а чем в замке этом еще заниматься? Конечно, надо дотыпаться. Печать? А что в ней такого? Ох, и сильным теперь. Фобос станет. Отпечатка открывает все на свете. Смотри, они не безумны. В смысле? Помнишь в первых частях, когда я говорил, что они несчастные и в безвыходной ситуации? Ты говорила, что они все под воздействием какой-то магии, как зомбаки, короче, бегают. А, ну да. Смотри, они вполне себе осмысленный диалог ведут. Более того, посмотри. Что? А как он пьет из кружки, у которой две ручки? Ну и что? А зачем две ручки у кружки? Несколько. Причем, да, типа, чтобы ты попил, я попил, или чтобы с двумя пить. Зачем? Понятно, кстати. Ну, может, у них дизайн такой? Ну, очень, знаешь, на самом деле интересный дизайн. Он, конечно, больше места занимает в Серванте, но все равно. В Серванте. Но у них Сервант. Завесу между мирами. Заветный город. Древнюю книгу заклинаний. И здесь книга заклинаний. Куда Ваток ушел? А, Ваток-стукач. Ну, конечно, кто бы сомневался. Ваток уже чуть не пропалился. Ведь на него же было подозрение. Да, сейчас он вообще спалится. Почему за ним... Почему он не в первых рядах подозреваемых? Прикольно. Не согласны? Нет. С чего вздумала записаться? Да еще через наши головы. Я сделаю стильные костюмы. Мне же надо на кого-нибудь их надеть. Что это? Мороженое. Разверни бумагу и съешь. А что за тема? Мифология. Калеб все еще продолжает изучать этот мир. Это прекрасно. Он как... И Бланк просто потрясающий. Ну, он как бы... Он, наверное, второстепенный все же персонаж, да? Кто? Калеб? Да. Ну, да, наверное, не знаю. Хотя... Чувак на потанцовке. Ах, фу! Нимфа? Нимфа? Я не ослышался? Не знаю. Дочь императора. Нимфа. Она точно правильно использует значение? Что такое нимфа? Ну, откуда... Откуда... Давай, ладно, хорошо. Ты, наверное, знаешь, кто такая нимфоманка точно, да? Ага. Откуда это слово берется? Не знаю. От слова нимфа. Ну, да. Ну, и, соответственно... Я просто слышала там лесные и лесные... Да, это лесной дух. Да. Это лесной дух, который раззывает мужчин, сношается с ними, пока те не умрут от удовольствия. Вау. Ну, то есть, некоторые прям туда шли за смертью. Хотя, наверное, не самое глупое решение, если ты живешь до 30. Вот тебе уже 29, и ты такой... Ну, пора. Ну, блин... Ты что, воровали мужей? Мне кажется, она не это сказала. Она именно так и сказала, нимфа. Давай, переслушаем. Куча императора, прекрасная нимфа Шинджинг, сильно печалилась о народе. Ибо царство поразили засухой и голод. Драконы пожалели людей. Двое из них кипятили воду океана. Еще двое гнали облака парок в суше. Полезно. Ужасная засуха окончилась. Каким образом? Ведь тебе это придется делать на репите постоянно. Ну да. Ну хорошо, ты пару раз устроил дождь. Так это постоянно надо. Ну, урожай пошел, все, дальше... А дальше-то его надо поливать? Дальше надо... Ну, а дальше, может, естественный дождь пошел. Так, Саша... Все, простите, простите. Но император пришел в ярость. Как посмели дракона не спросить его позволения? Он приказал запереть их в четырех порах. Как они это играть будут? Твоя жестокость сравнится лишь с твоей надменностью. Любимая дочь Шин Джинг сказала императору, что уходит к драконам. Каким образом? Стала драконом? Розовым. И на память о ней остался только талисман-кристалл. Ау, это камень Кондра-кара. Так, стоп. Гипотеза о том, что он обладает самосознанием, уже, получается, и сживает. Вероятные истории, о которых невозможно молчать. Источник наших сил. А вот и наша пьеса. Я, конечно, нимфа, верно? Довольно вкусно. Только кроссовки пачкаются. Не, ну, Калиб, ну, ладно, ты ничего не понимаешь, но ты же... Ну, можно было догадаться. Ты же не обсираешься в новом мире, правильно? Ну, то есть, ты понимаешь, что как-то всё устроено. Ну, ладно. Ну, это ради шутки сделано. Это смешно во всём. Мы сейчас все просто легли, ладно? Они что, декорации сами делают? Капец. Вот эти три дракона. Вот ты прикинь, сколько надо времени, чтобы сделать хотя бы одного. Хайлин, это всё нравится, мне кажется. Она такая, ааа, классно. Хайлин, да. Она такая творческая. Она рукодельница, она же шмотки шьёт. Мне очень хочется посмотреть, кем она вырастет ко второму сезону. Будет ли у неё своё ателье? Может быть, это будет её дом? Так они же школьницами ещё будут. Ну, это не мешает им от кутюр ходить. У нас только три дракона. Нужен четвёртый. Тарани. У меня боязнь сцены. Боязнь сцены высоты импортного сыра. Корнелия? Не прятать же мою красоту под драконьей маской. Вот кристалл. Что скажете? Так можно же настоящий использовать. Ага, это опасно. Ну, что опасного? Как они могут это отличить? Ну, я бы использовала. Ой, помните серию Винкс, когда они пошли на вечеринку в своих костюмах? Типа, это было классно. У них были самые крутые костюмы, потому что они были настоящими. Кто бы сомневался. Бланк? Чик-чирик. 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 Птичек. Сними крылья. Театр. Люблю театр. Бланк есть принц. Эх, ты знал его аккурацию. В прессе принца нет. Но нам ведь нужен четвертый дракон, да? Бывают же мелкие драконы, и потом он будет в маске. Подходит. Видать я дракона. Отнять яйцо. Откусить дядю ногу. Вон болеть. Бланк такой угарный, я не могу. Драконы получают... А, да, есть же драконы в Меридиане. Мне так миряется, что он связывает это с обычной бытовухой. Просто, знаешь, драконов, как... Какой-то, знаешь, шпань какой, енотов от мусора отбиваешь. Собак дворовых эти драконы эти. Это для нас дракон, могучее существо. А эта тварь просто по бакам по твоим мусорным каждую ночь. Еще и отчиму ногу откусил. О, прошу, прошу, Вилл. Мне необходим портал. Я фост повстанцев и должен унижаться перед ними. Калеб! А! Что? Только Бланк. Что на тебе? Хе-хе. Бланк-репетирователь искать. Бланк-звезда. Принес весть. От кого? Большой Синий звать Бланка брат. Бланк не врать. Большой Синий. Ваток? Говоришь в Торус Филме. Это известие, поворотный момент, восстание. Что за печать? Печать Фобоса. Золотой талисман с княжеским гербом. Вот такой. Печать откроет все закрытое. Найдет спрятанное. И порталы в завесе. О-о-о, Бланк безработный. Да, уж сразу усек главное. Ладно, хорошо. Он разболтал на этот стражник всем остальным. Все теперь на ушах. Все эту новость разнесли кто как может. Как теперь они могут вычислить? Так они все, наверное, пойдут к этому месту искать. А они будут их там ждать, эти стражники. Все кто? Не, подожди, шестерка что, пойдет туда, что ли? Да, почему нет? Это ж такое поворотное событие в их восстании. Это звучит как бред. Ну, или они их там поймают. То есть, понимаете, смотри, это бы сработало, если бы нас было шестеро, условно. И мы пытаемся найти мразь последнюю. Мы взяли там, отсепарировали двух-трех. Точно знаем, что они не работают. Точно знаем, что они никому не скажут. Неважно, как убили их, допустим. Или отвели в какое-то другое направление. И по этому остаточному принципу можно понять, кто предает. Но когда все знают во дворце. Ну, возможно, возможно. Они просто, они же засады устроят. Поймают эту кучку повстанцев. И будут их пытать, чтобы узнать, кто сдал. А что мешало раньше так сделать? Что мешало раньше разработать план поймать повстанца и запытать его до смерти? Не знаю. 12 лет назад печать у Фобоса украла незнакомка. Она же похитила наследницу трона. Печать открыла той незнакомке путь на землю. Что за незнакомка? Какой у ей был смысл? Красить печать и сестру? С тех пор Фобос непрестанно ищет наследницу и печать. Печать даст ему устрашающую силу. Серьезно? Печать в канализацию? Подожди. Печать упала в канализацию. А как это произошло? То есть она открыла портал и выбросила печать? Или печать не может пройти через портал? Наверное, не может. Или она просто выронила случайно. Как можно вы... Ладно, слишком много дыр. Он посылает за находкой отряд. Я опережу его. Бланк, когда откроется портал, скажешь мне, а не стражницам. Нельзя так муху поймать. Тут я говорю, спасибо вам, четыре дракона. Но их только три. Где у нас этот? Не виноват. Показать калибр. Кое-что. Я, честно, не понимаю, как можно выступать на сцене с зелёным гоблином. Так он в маске. Маленький ребёнок, подумают, там, сестра Корнелии. Маленький, некрасивый. У него же нет текста. Он постоянно с ними таскается, ты понимаешь? Он постоянно с ними везде, каждую серию. Он может их выдать. Он выглядит, как долбанный гоблин. Ну, то есть, ладно. Ну, ты же, он маленький. Да ладно, что он маленький. Ну, ты представься, тебе достаточно заметить. И ты сразу начнёшь подозревать всех этих... Всю эту команду. Такой, что за ними, во-первых, маленький уродливый ребёнок таскается? Это, как минимум, вредит репутации. Особенно Корнелии, которая блюдёт её очень усердно. Ты второй, кто заинтересовался этим кусочком металла. Прошло шесть лет, как я нашёл его. Он что, очень ценный? Тебя вознаградят. Эй, старик! Помоги! Ну что ж, Фобос не зря подозревал. Тебя поглотят пески Торус Финни. Я же отыщу лазутчика, который принёс тебе новость. Девочки! Девочки! Калиб в опасности. Он проник на Меридиан. Вот письмо. Если бы печать нашлась, Фобос не ждал бы три дня. Это ловушка. Как же Калиб нашёл портал? Стоять! Это ты показал ему? Эта планка нет, только дракон. Надо лететь. Уйти с собственного спектакля – это позор! Нет, не бойтесь, Вилл. Возьми кристалл и произнеси «Аллардса илпак». «Аллардса илпак»? И что будет? Чё? Чего? Это ваши двойники – капли астрала. Произнесёшь эти слова заново, и они исчезнут. Они неотличимы от вас. Не на сто процентов. Мои пряди не секутся. Они спасают Калиба, а мы играем? Я думаю, наоборот. Странно. Они неотличимы. Вперёд! Саша, а что ты от меня хочешь? Саша, я не знаю. Я, я, я... Саш. То есть мы такие... Тра-та-та-та-та. Всех... А у них есть теневое клонирование. И они могут дублироваться. А как много они раз могут дублироваться? Мне просто, знаешь, что удивляет? Типа, я не могу достать до верхней полки. И бабка приходит такая и говорит, о, так у тебя же есть суперсила. Ты дублируешься, поднимаешься. Ну, то есть, она сказала именно в тот момент, в который... Понадобилось. Ну, понадобилось. Ну, то есть, понятно, что это прямо сейчас понадобилось. Ну, то есть, это настолько не нужно. Ну, то есть, не сейчас это нужно. То есть, есть такая сила, да? И сколько ещё у неё в... Да, сколько ещё у них сила, которые не знают. Сколько ещё прикол? Когда бабка скажет? Ну, то есть, я вот эту... Всему, потому что своё время, Саш. Они ещё не готовы были вчера к этому, а сегодня уже готовы. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. А интересно, то есть, эти двойники, у них же есть какой-то буфер памяти? Они всё это проведут, они всё это сделают, а когда они растворятся, получается... Они не растворятся, пока они заново не произнесутся. Да, нет, я говорю, что они растворятся, а вот то, что с ними произошло, всё то, что... А эта память, она всё, она тоже растворится? Нет, конечно, она останется с чародельками. Или как в Наруто перейдёт к ним. Мне кажется, перейдёт. Я не знаю, честно говоря. Они не знают пьесы. А, видишь, они не знают пьесы. Стоп, а на каком этапе это тогда полная копия? Внешне, видимо, только. А внутри что, пусто? Смотри, если тебя продублировали полностью, то, наверное... А как ты тогда такой волшебный возьмёшь, отделишь информацию, которая тебя как личность формирует, от информации, которая, допустим, чисто бытовая. Или которая приобретена недавно. То есть, по сути, это болванки просто пустые. Ну, как будто бы да. Но они говорят. Они осознают себя. Да? Ну, они же... Ну, у них же есть характерные особенности. Одна, ну, говорит, другая и с волосами играет. Говорит, кончики не секутся и всё такое. Но они же понимают, что это они. Блин. Мы на месте. Или ещё момент. Что если пришло время говорить фразу, они такие... А мы не хотим. Нам нравится жить. Они такие... Мы распробовали. Да, мы не вы. Жить круто. Жить круто. Очень нравится играть в пьесах. Это, кстати, большая проблема при телепортации. Поднялся этот этический момент, потому что... Телепортация или клонирование? Телепортация именно, объясню. Но есть одна из версий, как телепортировать. Мы не можем... На дальней дистанции. То есть, как? Ты состоишь из атомов. В основном. Ты не можешь свой атом перенести прямо куда-то очень далеко. На большой скорости. Но ты можешь как бы передать инструкцию, по которым эти атомы собираются между друг другом. То есть, ты здесь разбираешься, а там ты собираешься из того материала, который есть где-то там очень далеко. Ого. Непонятно. Я поняла. Поняла. Типа вот если мы совсем в фантастику ходим, и здесь стал этический момент. Тебе нужно убить себя для того, чтобы ты родился в другом месте. А ведь можно создать себя заново по той же инструкции. Это как цифровое копирование. Ты никогда не знаешь, какая картинка оригинальна. Ну, если мы не берем во внимание NFT. Что-то не разнесло, конечно. Блин, а зачем они так? Они же могли бы воевать в этих костюмах. Мне кажется, это был бы класс. В костюмах драконов. Мы едины. Сейчас опять будете произносить. Падай! О! Огонь! Ааа! Земля! Еливай! Что? Падай! Им надоест это, я тебе уверяю. Пески поглотили юношу. Кто это? Могли бы хоть веревками оградить. Он движется. Да, круто. Бродячая людоедская песочница. Как давно упал тот парень. И наш брат Михаэль упал. Это было давно. Читай. Тара не читает с выражением. Давным-давно над волнами летали четыре дракона. И танцевали драконий танец. Где ты видишь на нём маску? Ну, ну... Ну, вот ладно, я сижу в первом ряду. Не, ну правда, вот я в первом ряду сижу, да? Я сижу в первом ряду. И я не уверен, что все в первом ряду прям, ну, супер толерантные. И не зададутся вопросом, что за уродец? Кто учится с моими детьми? Я отдала в школу, а здесь... Ну, к директору точно пойдут с таким вопросом. Потом директор начнёт разбираться, выяснится, что у них какой-то чёрт вышел на сцену вместе с детьми и танцует. Это какой-то социальный резонанс вызовет, я серьёзно, в заголовке. Гоблины среди... Чёрт танцует с детьми. Гоблины среди нас. Ну, то есть, вот это всё. С кем учиться? Придётся нырнуть. Придётся что? Понадобится страховка, чтобы не утонуть. Ну, пикируем. Драконы пожалели голодающих крестьян. Вы только взгляните на их лохмотье. Посмотрите, какие они! Не касайтесь земли и стен! Ой! Смотрите! Меня заманили! Ну, лопухнулся! Помогите мне! Лопухнулся! Берегись! Берегись! На помощь! Ничего себе! Какая тара не крутая тут! Надо спасти и остальных! И драконы подарить! Ниже уже все, да! Как их ты спасешь? Сколько лет уже, может, там они сидят в этих песках? И все... А почему именно в такое положение? Ну, они орали, типа, нет! И вот застыли. А может быть, просто туда часто спускался Фобос? И Сыдрик. Я не такая... А что? Дождь людям! Нет! Дождь из конфетти! Ай! Нет! Смирение, Класс! Михаэль! Ты живой? Ты достал мяч? А как Михаэль был живым? Михаэль уже там вырос, наверное, когда ему два годика было, туда упал. То есть песок его кормил, убирал за ним. Песок уже как мама ему стал. И песок такой... Песку, возможно, там одиноко, ему не с кем тусоваться. Он всех заманивает туда, чтобы социум какой-то вокруг себя. Да, но там же у всех есть разум. Вообще у всего песка, у камушка. Ну, сейчас вообще тренд, что у всех есть разум. Животных нельзя убивать, есть тем более. Да это всегда так было. Нет. Ну, типа, это же нормальная вещь. Это не что-то новое и удивительное, что... Ну так не надо удивляться, что я песок защищаю. Это нормально. Ладно. Полотенце дорого. Откуда полотенце? Все назад! Подожди. То есть он прямо обращается к гоблинской роже, к директору и его заместителю. И ноль вообще вопросов. Ноль вопросов. Отсутствие. Там это все так подано, что на нем маска. Это нам показывают его лицо, чтобы мы понимали, что это... Да сколько можно? Вот это нам показывают, что Хайлин летает на 15... Это нам так показали. На самом деле, Саш, у него маска. Блин, это... Нет, покажите нам... Я понимаю. Покажите нам точно так же, как показывают для Сталина. Мне не надо вот это... Что это на два фронта? Типа... А для них все по-другому. Для них стражницы невидимые. Понимаешь? Это... Слушай, это какое-то вообще имбовое оправдание. Оно все что угодно может оправдать. Если крем не нагреть, получится стекло. Больше эта песочница не побегает. Занятно. Как выступили наши копии? Да, они все-таки... Не надо рассказывать нам про стекло. Мы сделали бронированный лист 3х3. Пожалуйста. Это не честно. Они так старались. А вся слава достанется только нам. Калибр спасен. Как спектакль, бабушка. Полный ништяк. Капли астрала. Такой успех. Это твой сценарий, Тарани. Нет. Это твои костюмы, Хайлин. Занавес. Мне кажется, там не успех. Ой, сейчас. Занавес. Славно повеселились. В следующем году вы играть не будете. Я вас больше к сцене не подпущу. Но костюмы удались. Жалко. Хорошо хоть, что Фобосу не досталось печать. Чё, каким образом? Я не понимаю. Я в этой серии ничего не поняла. Смотри, всё. Я понял посыл, но метод, который... Что? Они просто пошли спасли Фоба этого Патрика, Сэма, Джуди. Игната. Игната. Его зовут Игната. Они пошли спасать Игната. Хорошо. Они пошли спасли Калиба и вернулись с Калибом. Зачем они каждый раз Калиба вытаскивают из Меридиана? Ведь это его мир, где он должен сражаться вместе со своими друзьями против Фобоса. Какого чёрта он возвращается на Землю? Объясню. Здесь вот прям реально логическое объяснение. Он ещё не успел купить шоколадки. Да блин, нет же. Зачем они его тащат на Землю, а потом не разрешают ему пользоваться порталами? Видите ли, это наша задача портал закрывать. Очень какая-то нелогичная хрень. Не, ну может он выскочить. Мы нашли портал. Выскакивай. Правильно, вопрос. Почему бы его сразу там не оставить? Просто пусть будет там. Это его мир. Изменнику не скрыться. Дай список всех, кто покидал замок день назад. А печать всё это время у них под носом. В канализации? И её не смыло за всё это время. Ладно, это не важно. Это ладно, это ладно не важно. Но Калеб-то чё? Калеб-то шёл туда тоже за этой печатью. Стоп, я теперь понял. Теперь я понял задумку этих кретинов. Ладно, хорошо. То есть они как? Он говорит, последние, которые выходили из замка. Ну да. Только из замка чёртова куча народа могла повыходить. Ну да, это вообще не важно. Что за бред? Как вы вычислите? То есть почему вообще решили, что он должен выходить из замка? Почему вы решили, что он сообщение передаёт? Только выхожу, иду в конкретный дом и рассказываю. Это сообщение можно передать тысячами путями. Можно привязать камню и скинуть. Можно отправить почтовой горгульей. Можно, я не знаю, можно, чтобы кто-то проник в замок, а оттуда вышел какой-то. Очень, очень тупо. Здесь тысяча способов. Достаточно просто узнать. Более того, в замке вообще все знали. Все знали о том, что собирается спецоперация. Меня больше. Простите. Меня больше смущает вообще миссия Калиба в этом во всем. То есть он, он шел туда, чтобы что сделать? У него его миссия не получилась, потому что он погряз в эти пески. Но чародейки его освободили, и он вернулся на землю. Почему? Ведь он должен был пойти и получить якобы эту печать. Ну, найти ее раньше, чем фобос. Почему он остановился в своих... Он-то не знает, что это все фальшиво. А сейчас он пришел на землю... А, нет, он знает, он знает. Он же Седрика увидел. Он же Седрика увидел, и поэтому какой смысл дальше продолжать? Он сразу осознал, что это ловушка. Но это же не отменяет того, что печать реально может быть? Нет, он сразу понял, что это его выводили. Что это все блеф. Ну, ладно, но... Но и план реально тупой. Вот правда, тупой план. А, ну все, да. Ну, что я могу сказать? Пишите в комментариях, потому что или мы тупые, или как еще, какие варианты. Пишите, как, возможно, вы эту серию увидели, какой был гениальный замысел у Седрика и Фобоса. Ну, я же, я не знаю, я думал, это гениальные умные злодеи. Причем так тупо... Ну, это Седрика идея, что я могу сказать. Ну, да, Седрик вообще в последнее время разочаровывает. Он подавал надежды классного. Да, он подавал надежды, как продуманного такого, знаешь, шестерку хорошего. Короче, не знаю, посмотрим. Ну, прикольно, прикольно, что будет дальше. В девятый. Пишите, узнаем, выясним. Сколько, кстати, там серий в сезоне? 26, 25, 3. Ну, я не знаю. Ну, не суть. Я не знаю, нам напишут. Всё, ребятки, мы закончили. Посмотрим в следующий раз в девятую, что логично. Подписывайтесь, будем подписаны все на нас. Это наша мечта. Мы хвастаемся, что на нас подписалось уже 2000 человек друг перед другом. Мы такие, а, Группин, ты знаешь, что у нас уже 2000 подписано? Я такая, нет, Саша, уже 2023. Это год следующий наш. Идём в 2024. Всё, пока. Пока. Продолжение следует...